Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Моей дочери 6 лет, второй день у неё истерика. Она начинает бить себя сильно по лицу, в частности по глазам и область лба. Так сильно, что у неё лицо всё красное. Ситуация. Вечером она поиграла с подружкой. Подружка уходит домой, я прошу её браться в комнате. Спустя час, мало что меняется, я захожу и говорю, почему она обманула, что убрала. Она начинает плакать и бить себя по глазам ладошкой. И я начинаю нервничать, говорить, зачем ты это делаешь. Ответ. Я нервничаю, мои руки хотят бить меня. Я ей говорю, что так делать нельзя и что почему-то не убралась. Она снова начинает себя бить и говорить, что когда мы её родители ругаем, ей хочется себя побить. Я ухожу в другую комнату, она идёт за мной и начинает бить себя ещё сильнее. Я держу её руки сильно, чтобы не трогало лицо. Она нужна отбить меня, потом ещё плачет. Что я ей больно рукам сделала, я объясняю ей, что держала их, чтобы она себя не била. В неё истерика снова себя бьёт. Надо сказать, что после того, как я ей сказала не трогать лицо, и без себя начала делать это демонстративно, чтобы я видела это посильнее. Не знаю, связаны эти истории или нет, но на протяжении трёх недель у неё с девочкой в саду война. Девочка моё дочь бьёт, души выхватала, я глотала за шею. По голове, она настраивала в саду против них детей. Я разговаривала с этой девочкой, с её мамой и папой отдельно говорили, результатов ноля. Моя дочь сдать и сдать не может. В итоге я пошёл к заведующему саду, а после этого ситуация улучшилась. Вроде как не обижала эта девочка, они даже дружили два дня. Я её спрашиваю, говорю, тебя всё-таки обижали, ты же себя не била, как сейчас. Она спрашивала с полицейской, на что она отвечала, что я стесняюсь при детях, хотя хотелось, думая, типа, можно, как помочь ребёнку и что делать. Ситуация здесь такова, что если мы исходим исключительно из того, что проблема вся в ребёнке, то мы мало чего добьёмся. Потому что модель поведения человека закладывается в семья. И, в частности, реакции вашей дочери происсекают именно из того, чем она научилась у вас. Вы пишете, что ребёнок не может дать сдачу. Почему? Вы пишете, что девочка другая её бьёт и настраивает детей против неё. Почему? Вы описываете ситуацию аудоагрессии, когда по большому счёту человек не может выразить свою агрессию прямо. То есть, иными словами, здесь присутствует запрет. Запрет на агрессию. И здесь тот же самый вопрос. Почему? Почему этот запрет имеет место быть? следующее, что бросается в глаза, это модель вашей коммуникации с дочерью, где вы по сути дела её обвиняете, говоря почему ты обманула и не убрала. Ребёнок чувствует себя, по-видимому, виноватым. виноватым. Но вина здесь конфликтует с тем, что хочется ей. А именно не хочется допустим убирать комнату. и она знает, что поделиться этими чувствами с вами она не может. Вы не поймёте, если она скажет, что не хочет убирать комнату. комнату. И на мой взгляд это вполне себе может быть проблемой. Как вы думаете? Как вы думаете? может ли быть проблемой, что у ребёнка нет возможности заявить, условно говоря, о своих чувствах, о своих желаниях или нежеланиях делать или не делать чего-либо. в этом смысле у вас к сожалению отсутствует навык контакта с ней, потому что вы не умеете контактировать с ребёнком. вот мой коллега довольно хорошо и тонко заметил про эмпатию. вы действительно не хватает эмпатии, вы как будто бы стремитесь контролировать её ну ребёнка вот вы стремитесь контролировать ребёнку вместо того чтобы прислушиваться к тому что по сути ей нужно вот вот то что ей нужно на мой взгляд вы как раз таки не слышите вот ну я отдаю себе в принципе отчёт что отдаю себе отчёт сейчас в том что вы вероятно воспринимаете то что я говорю как обвинение как будто бы я вас обвиняю хотя скажу честно что цель такой вас обвинять именно у меня конечно же нет но в то же время моя задача заключается в том чтобы постараться показать вам ну может быть суть проблемы она заключается повторюсь именно в том что вы не не слышите на мой взгляд не слышите свою дочь вот и то что вы как вот вы говорите нервничаете сами конечно передается ну передается ребенку вот то есть в данном случае это нормально а на мой взгляд есть определенная предистория у того что вы описываете то есть ну вряд ли ребенок прямо условно условно только сегодня начал так себя вести скорее всего некие предпосылки были раньше просто сейчас эта ситуация достаточно сильно обострилась да как вам как вам правильно сказали она действительно пытается таким образом получать внимание и очень важно понимать на мой взгляд что это внимание она ну вот на самом деле действительно получает она его действительно таким образом получает только конечно есть может быть другие способы а это внимание получить за счет например более полного более адекватного более близкого контакта с вами которого у нее судя по тому что вы описываете как будто бы нет а вы почему-то думаете что ребенок не может себя защитить в детском саду то есть вы пытаетесь ее защищать ну защищать конечно можно и безусловно и хорошо что вы это делаете но на мой взгляд было бы лучше если бы вы помогали своей дочери какие-то вещи осознала оставляя за ней все все таки возможность решать ну самостоятельно решать свои проблемы потому что невозможно самостоятельно решать проблемы и налаживать отношения в том числе с детьми в дальнейшем куда более серьезными проблемами вот не знаю отдаете ли вы себе себе в этом сейчас отсчет или нет так или иначе я бы хотел чтобы вы на это обратили свое внимание так или иначе я бы хотел чтобы вы для себя постарались бы это понять и увидеть это важно я думаю что ребенок вас любит и я думаю что как любой человек который любит она конечно же достаточно болезненно может реагировать на то когда вы от нее чего-то хотите когда она чувствует что вы от нее чего-то хотите но в то же время она ну поскольку в данном случае речь идет о том что вы не слишком хорошо обращаетесь со своими чувствами то для нее это по сути всегда такой вот вызов по сути это такая своего рода проблема потому что она чувствует что вы чего-то хотите но при этом не может вам условно говоря пойти навстречу потому что это идет в противовес ее уже желаниям а это в свою очередь как-то вот образовывает конфликт и этот конфликт в общем и целом выливается в агрессию поэтому поэтому в основе здесь лежит некорректная коммуникация в первую очередь во вторую очередь здесь лежит ваше собственное эмоциональное состояние то что вы нервничаете сами то что вы как-то реагируете на ситуацию и так далее вот на мой взгляд все это нужно корректировать на мой взгляд все это в принципе ну более чем можно скорректировать но естественно для этого необходима работа и работа в первую очередь с iphone с поделиться эм эм с вашей скажем так эм эм земельной системы там Потому что, на мой взгляд, в этом, ну, в ней присутствуют определенные сложности, определенные трудности. Вот, хотя и сейчас, конечно, со стопроцентной уверенностью говорить об этом, наверное, нельзя. Вот, то есть это, как бы, мое мнение, да, но здесь я могу ошибаться, в этом смысле. Давайте пройдемся по вашему тексту, я прошу ее браться в комнате. Из какого чувства вы это делаете? То есть, ну, пока-то это выглядит просто как, знаете, такой контроль. Ребенок, опять же, как сказал мой коллега, ребенок только что поиграл с папа ручкой и, естественно, она еще находится в этом состоянии. Вы тут же говорите, убери, ну, убери у себя в комнате. То есть, как бы возвращаете ее с небес на землю. Насколько это ваша реакция? Насколько вы знаете, насколько вы чувствуете себя в этот момент, когда просите ее убрать свою комнату. Я думаю, что было бы неплохо, если бы вы сказали бы ей в этот момент о том, что вы чувствуете, ну, может быть, как вы за нее рады или, может быть, что вы устали или, может быть, что-то еще. В любом случае, то, что описываете вы, является, ну, по большому счету, очень резкой сменой декорации. Дальше. Спустя час мало что меняется. Я захожу и говорю, почему она обманывала это обвинение. Вот. Тоже мне говорил. Ну, соответственно, в ответ на обвинение начинается защита. Вот. Далее вы описываете то, что она себя бьет. в ответ я читать не буду, потому что об этом я уже сказал. Дальше. На протяжении трех недель у нее с девочкой война. Ну, опять же, опять же, понимаете, если у вас доверительные отношения с дочерью, то, на мой взгляд, она вам вполне не способна сама рассказать о том, что, как бы, у нее происходит. Вот. Но, тем не менее, судя по тому, что вы описываете, вам она не рассказывает. она вам не рассказывает о том, что с ней происходит. И волей-неволей возникает вопрос в таком случае, а почему почему она предпочитает, например, от вас это скрывать? то есть, такое ощущение, да, что она хочет от вас это скрыть? она не хочет, чтобы вы, ну, вот как-то участвовали в этом. Иначе бы вы знали, что ее беспокоит и помогли бы ей с этим разобраться. с этим разобраться. Я думаю, что здесь все достаточно очевидно. Вместо этого вы предпочитаете договариваться с родителями. ну, как бы, с мамой, с папой, как вы говорите, и так далее. В любом случае это, к сожалению, на мой взгляд, в обход ребенка. И, опять же, на мой взгляд, это является проблемой. Да? И последнее, вы говорите о том, вы пишите, что прямым текстом ей говорите, ну, вот тебя же в садике били, ты себя не била. То есть здесь, как будто бы вы ей это еще, как будто вставить в вину, вот, понимаете, да? Поэтому вам не нужно в этом смысле помогать ребенку, по крайней мере, на мой взгляд, вам нужно разобраться в себе, чтобы не нервничать, когда ребенок это будет делать, потому что делает она это именно из-за того, что вы нервничаете, вот, и уже освоила демонстративную модель поведения. Когда вместо того, чтобы взять ответственность, можно себя, себя побить и, в общем и целом, от ответственности уйти. Ну, как вы понимаете, ничего хорошего из этого не получится. на этом все, я надеюсь, что помог вам, я надеюсь, что вы будете смотреть в сторону более свободного выражения чувства эмоций в кругу ваших близких, вот, и обязательно обращайтесь к психологу, вам нужна консультация. обращайтесь к психологу. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам сформулировать основные мысли. Всего вам самого доброго и удачи!